Сила, дружба и доверенность да пребудут вечно между Всероссийской империей и Татарской областью, без притеснения вер, законов и вольности, сказано в Карасубазарском трактате. Это один из первых документов на пути воссоединения Крыма с Россией в 1783 году. В честь 250-й годовщины со дня его подписания Крымский федеральный университет и Русское географическое общество организовали торжественные мероприятия. Проведены исследования совместно с нашими коллегами из музея Тавриды по обработке этих архивных материалов. То есть была проработана научная работа, сделана научная работа по пониманию, как это происходило, в какие годы, кто что писал, какие были письма от ханов, от российских властей. Трактат был подписан 1 ноября 1772 года. Тогда Россия впервые получила выход к Черному морю, присоединив порты Керчь, Кинбурн и Яникале. А Крым стал независим от Османской империи. Подписали документ в Белогорском районе. Здесь же находится знаменитый Суворовский дуб, памятник истории и природы. Он – символ взаимопонимания между Российской империей и Крымским ханством, отметил Геннадий Самохин. Потому сегодня здесь несет пост казачий патруль. А Краеведческий музей Белогорска открыл тематическую экспозицию и совместно с КФУ провел лекцию для студентов и школьников. Мы проводим огромную работу, мы с ними проводим мероприятия, посвященные и знаменательным датам, и национальным праздникам. Экскурсии по городу проводим для них. То есть у нас очень большой план мероприятий, и они у нас постоянные гости. Дмитрий Зорько учится в Белогорском технологическом техникуме. Историю родного края нужно знать каждому, уверен он. Потому сегодня вместе с одногруппниками пришел на лекцию в музей. Лично для меня это важно, потому что, так скажем, мы часть этой истории, которая свершается, с каждым днем все больше и набирает какие-то обороты. Но при этом не стоит забывать то, что происходило. Долгое время сведения о мирном договоре были утеряны, и лишь 10 лет назад поступили в Центральный музей Тавриды, где ведущие специалисты Крыма начали их изучать и смогли восстановить важную главу истории России и Крыма. В завершении мероприятия представители университета и администрация Белогорска возложили цветы к памятнику великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. Яна Доченко, Илья Притко, Пресс-служба Крымского Федерального Университета. Субтитры создавал DimaTorzok